заходите кто-то приехали дорогие братья с миром принимаем проходите сюда слава тебе господи нету буквально днях никакого сейчас батюшка звонил там лёша приедет ему надо денег а ты дай ему 10 тысяч даже не спрашивает есть или нет а ты дай ему а я потом рассчитать что-то покупать надо машина что-то не ладится давайте сюда ты сбрасывай себя держи ты внимательно никуда взгляд не открывай переводить на это да дальность не надо она не погаснет может быть нормально будет перестул садись рядышком бог его знает жизнь еще будет ты видел что все раньше как провожали тебя ролик поставили а как он оказался у вас уже тоже минуты здесь оказался какой именно где я дала выдала и в машину за же люди возле храма а вот этот вот вот этот вот вам еще у лёша не заезжал то сегодня да нет вон четко попозже будет посмотри сколько это подожди-ка сейчас я это сколько 2 2502 2502 видишь а вот он наш никита андреевич с алексеем густина маленько можно раньше комментирует хорошо уезжает сегодня увидел него нерадостный вообще поедет на украину тебе думать я провожаю со всеми проще попрощался он благодарю подвозь их осенье вы можете данной погодка такой жаркой больше всего дальше посмотрят уже пошло так у нас сегодня 28 мая 2018 года тебе не мешает свет этот закрыт можно наоборот я значит так ты когда надеешься барнолу покинуть было бы возможность прям будут сейчас бы даже поеду а что держит нужно купить там билеты это рассчитать маршрут видите мне нужно это пересадки делать то есть надо мне сейчас во-первых деньги снять у меня есть там что купить билеты нужно там на вокзал потом я хочу еще надежда васильна мне книги там подарила открытым оком некоторые тома два тома нового завета кроме первого тома кстати нету может попросить вас хотел но их вести тяжело первого тома книги новый завет красный который красный и мне надо чтобы не вести эту тяжесть там собой хотелось на почту через почту сразу перед вперед себя отправить чтобы туда их отправить это нужно на так это тебе дня не хватит и уж все дела сделай как так расскажи о твоих планах конечных потом остальные вопросы будут задавать такие ты маленько просвети чтобы не было кривотолков так ты уезжаешь из потеряевки навсегда в мыслях хотя бы нет нет а насколько ты думаешь ехать не знаю должна тихо не так ну ладно я спортом там так я не готовился к этим вопросам то я только тебя спрошу как как есть такие серьезные вопросы потому что меня за всех сторон долбит сейчас вы еще не видели вам сколько лет говорили это обкуренный человек за 25 лет приехал сколько лет наркотики принимал так сейчас скажу от первого укола там или жевал или как там ну главное что-то на разум повлияло и до того как нам приехал не уколов у меня не было конечно слава христу да так но больше его ну по легким наркотикам это марихуана в основном сколько лет ну ну лет пять стабильно так было так стабильно было на попа нарастающий так ну да понятно я тебя не осуждаю ничего просто нужно чтобы разговоров не было теперь как только ты нам позвонил то со мной ты переговаривался теперь на меня вина то опять вся кого ты принимаешь подождите ребята мы в пути еще чего так судите и романа то другое тут интересный факт пока раз романом я работал лета лучшего помощника не было ты сам свидетель так нет но везде мы были с ним как только уехал скажи как будто подменили легион вошел не только причащался через неделю уже и патриархия не такая ну куда это годится то и батюшка не батюшка не такое про мне говорить не надо сейчас вот уехал он и где какая мерзость есть он собирает и на меня сбрасывает уже крылья обломаны ноги выдернуты все равно продолжает он не может остановиться и притом от меня он никакого зла но если бы имел он бы сказал но не считая то что я верю что земля шар несется по орбите а он верит что она плоская там на слонах на черепахах от тебя не было этого но маленько тоже закопушился так вот как только ты со мной созвонился после того как мы созвонились и ты надумал ехать уже и искал потому что ты неоднократно звонил я правильно говорю кажется два раза точно но тоже один раз по skype еще звонил когда потому что телефон там я совсем не помню и ты уже никуда больше когда начал нам звонить никуда не звонил другие страны областя или куда чтоб я приняли то есть ты уже определенно четко куку понимал куда телефонные звонки направлять к нам бог кроме вас я больше никуда не звонил так и после того как ты первый раз позвонил не знаю какой мой будет ответ после этого зла именно созвонка новый этап начинается после этого наркотики принимал нет я как только я даже можно сказать прекратил все это чтобы его хорошо видно было мальчик вот сюда звезда с сулама так повернись туда чтобы вот так но но с момента того как даже даже до того как я уверовал я это просил еще до этого примерно может за где-то за год я бросил тоже курить там даже пиво пить я полностью это все оставил даже до уверования и потом видимо благодаря этому как написано ян креститель когда проповедовал пустыне говорит приготовьте путь господу там исправьте пути ваши всякие там долда понизится всякий холм наполнится и тогда тогда вот типа придет вера ну видать то что я это бросил это все потреблять начал жить чисто потом ко мне вера пришла то есть не в угаре прям таком пришел к вере я уже тогда уже ну был практически на выздоровлении уже физическом и моральном ментальном так второй вопрос когда ты к нам приехал сюда и до дорогой ехал у тебя в кармане или где-то были какие-то таблетки которые ты не от простуды принимал которых нет не было а как тот приехал у нас сколько времени был ты денег коноплю рвал ли варил ли что-нибудь тайна где-то или жевал эти таблетки которая именно напоминает о том что было же но это слабый к вроде наркотик такое что-нибудь я не знаю что там конопля там была или какие-то пропорции ни разу вас в вашем районе вас конопля очень плохая растет на самом деле она не нагодится вообще ни на что это я так просто говорю к слову нет я этого ничего не делал но ты знаешь когда мы езжали барнаула и нашли тут у нас торвут коноплю то значит если ничего нет они бы каждый год не приезжали не рвали очень выбирать нечего только один там или я знаю ну это я знаю с друзей там с урала они там продают пластилином каким-то какими-то брусками какой-то гашище не там варят его прессуют это там нет а им все остается они вот такой дичь и рвут потому что они снимают нигде больше говорят на молоке варят ее тут все говорят вот интересно что я как раз на молоке не пробовал никогда дело в том что когда беседуем с тобой а ты сидишь но он спит сидит как током ударенный господи он же обкуренный сидит это слова обкуренный из ролика в ролик на этот я ничего этого не знаю с обкуренным не встречался я другое понимаю и я на наркотики то не не доблю я просто чтобы люди слышали что вот приезжают к вам и наркой наркоманы заниматься за романом не было этого никто даже не говорил на тебя говорят этого не было ты перед богом сейчас говоришь потому что ну раскаяние и людей вывести из этого состояния это я теперь буду смело говорить ты сказал перед святыми иконами евангелием можно не просто перед святыми иконами прям какую-то экспертизу если хотите там вот кровь там сдают или где-то пойти это пройду или попиться там где-то там какая-то есть такая форма для проверки там в общем они определяют на где в крови что осталось еще то есть это может если вы хотите чтобы вообще никаких вопросов ко мне не было бы я прям готов пройти эту процедуру за свыше на детекторы лжи даже сел бы если бы сейчас я договорился вчера уже позвонился что приедет человек нужно проверить на детектор лжи они говорят полторы тысячи я говорю пожалуйста полторы тысячи пойдешь со но если же самые вопросы я там буду задавать давайте да согласен да полторы тысячи человека полторы тысячи именно отдельно с каждого человека садим только человек ты а меня еще проверять я просто знаю что вы хотели пройти этот я прошел бас и бесплатно хоть сегодня да я не любые вопросы любые политические там правительственные по вере или где-то я думаю у меня прямая черта везде прошла несомненно почему у меня нет ничего этого отец геннадий сказал на суде вот там как назвать гражданин судья или что у православных ездят ложь во спасение но игнати именно тем отличается что он и на это не идет пусть погибнет человек то чтобы лжи не было никогда нигде никак этим отличается абсолютно от всех православных у тебя допускается за мной не числится во лжи ну ну бывает так я сижу сколько да еще полчаса а я не зашли никого нету то есть я не расслышал что на час перевели время и в это время я солгал я солгал не расслышал так теперь тебе вопрос план твой конечно меня интересует маршрут до куда едешь до москвы конечно а дальше дальше в киев киев ты вот что пойми я других не знаю кое-что спрошу а про себя скажу роман уехал что там как он до самого смертного часа будет передо мной стоять он приехал может что-то но мы ничего не могли сделать если он начал и ннн и везде 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 чипы и все такие я ему никак не могу дать что-то чтобы его из этого состояния вывести это невозможно почему демон лжи внутри и при том очень сильный с тобой другой вопрос ты уезжаешь а ты со мной остаешься я иногда засыпаю а перед глазами ты потеряешь ки точно так же говорят и здесь и вчера мне сказали нет говорит и и в леске об этом пишет нет он моей молитвы всегда вот это то другое я видел что ты на молитве здесь стоим когда ты прямо спишь ну я разрешаю соли спящего не спящего то ли ты долго был меня радовала что ты ночью вставал хотя бы на краткую молитву и меня это сильно расположила к тому и лишний раз боялся сказать теперь я тебе сейчас буду говорить а ты перерабатывай информацию ты очень хотел в этом году иметь свободы чтобы тебя не трогали там и ты мог заняться своей усадьбой домом ты говорил перед отецом вот здесь вот когда уезжал уже где-то ты там у кого-то был никого не называй где был месяц жил и ты пришел последний день со мной так я там можно прочитать сообщение мы читали это сообщение как я написал это что все было что я там даст для самостоятельной начать проживание там в потеряевке и весь хозяйство вести вот все там именно это я и говорил говорил то есть ты сказал а я что тебе запретил это нет нет и кроме того я тебе накладку сделал чтобы ты больше времени проводил там значит с этим интернетом поменьше но главное что готовить не надо будешь обед значит завтрак 8 обед в 2 ужин 7 приходишь садишься за стол молишься пообедал и уходишь ни за счет не платить говорил да да ты принял это тебе это неплохие условия были что больше времени ты провел со своим домом подготовил там все как надо и в огороде и может быть пасеку завел бы и прочее дело даже не просто во времени в ресурсах пищевых так сказать вот в деньгах тоже это помогало мне не тратить деньги на еду скажем мы уезжаем на 5 фактически сейчас с володи там это я приезжаю на 4 месяца теперь даже с лишним 4 месяца мужику работающему и теперь знаешь как у нас сестры готовят это ясно дело ты другую чашку не попало бы тебе а ты скажи зачем я это такие условия поставил самому себе не тебе тебе еще пообедал до свидания почему я такое сделал раньше тебе этого не говорил хотя ты я почему потому что ты работал трудящий достоин пропитания тут ты ни в какой работе не считая общественных там где-то немножко на один день может быть на полдня не то что общественным со мной связался ты можешь все это проработать на их а именно вот это почему я такую льготу тебе дал притом ни одному человеку я еще не давал такой льготы не работает а его корми и при том все были бы предупреждены чтобы никаких упреков нигде ничего не было ты не подумал да я этим закреплял тебя что ты хотел свободу и заняться делом занимайся максимально сто процентов твоего времени ну не считая храма когда пойдем что дальше по тетверяевке ты уходишь от меня отрываешься и такая обстановка сделается буквально батюшка со всей деревни в разнос пошло то я никак не ну я не предполагал я человек так теперь подробности я не буду кое-что уже говорено было ты там будешь ходить православной церковь конечно тебя не тянет какими вы там мерить и каму вот точно не тянет ни к этим еретикам никак не грамму я их не очень-то люблю в этом плане ну то есть ты православной церкви держишься я на тихоныч до встречи с вами был православным и даст бог останусь после вас встречи православной вот какой вопрос ты примерно если приедешь в киев или где-то ты может не будешь в том храме где раньше был но ты знаешь что в других храмах ничего другого нету кроме того что было у вас это в барнауле сколько храмов здесь но десяток наверно есть да и везде одинаково то есть бесконтрольно пришел в брюках какие люди кто причащается священник ни одного не знает 506 свадеб было я поговорила с епископом он его расспросите кого не знает кто развелся ни одного 506 свадеб это не крещений это сознательные люди приходят из них можно сказать 450 развелись в первые два года но процента где-то сохраняется ты увидишь это самое и у тебя ты хочешь не хочешь но ты умом будешь поворачивать сюда мне сейчас написал этот игнатов на украине он угледар город и он говорит вас сейчас везде все знаете он стал говорить там монастыре и все заходят увидели там это такое нашли сегодня я в события не это вставил где-то то есть люди видят какой порядок как как одеваются как священник исповедует ты поневоле умом будешь сюда возвращаться так если ты думаешь когда-то вернуться потеряевку ты примерно как это видишь то есть ну как только если там скажем женой вот единственный пожалуй вариант возможны только так потому что но ты учитывай что какая у тебя жена была у нас был яковлев которому голову отрезал и криша приказала могут они кришна это кришна вот и я ему говорил гена женись но жена должна быть у тебя колхозница и хотя бы не ну лет на двадцать старше тебя примерно как у ну знаете тут на пугачевой женился кто он киркоров максим галкин киркоров она на мальчика женится почему она конечно тебя оценит ты будешь давать какие-то реплики потому что было в храме там где-то и ну даже не ядовитые а просто так и она поймет какое сокровище а ты в этом будешь плыть буквально она все приготовить никитушка за стол ты заранее научить что больше делать твое за обеспечить одна жена точно уже одна поэтому все что было и заработок был и экономия вот считай да считай раков и 19 глава 1 стих кавычки него что ставящий мало мало по малу придет в упадок так сколько у тебя цыплят сдохло или разбилось 2 2 это хорошо 10 процента написано я читал статьи это нормальный падеж среди птицы то есть если 3 умерла даже это уже это норма мне даже меньше так но ты знаешь мастерство цыплят по осени считает это бройлер их считаю через 45 дней они уже идут на мясо это не цыплят это совсем другая птица но каким но пословица и цыплят по осени считает почему у нас была такая она завела ребятишки смотрите а рядом ворона поселилась она одного по ней даже не видит она подкопала и оттуда таскает по одному и у них не к осени а через месяц ни одного не было уже это деревня это птицы это может быть кошка какая-то чья-то она даже не знает что это купленная она думает что это степи где-то такое дело так что ущерба твой купили тебя по той же цене что там насосы разные а эти то касательно шланга насоса да конечно это потому что еще без доставки практически готова с чеками понятно пришли тебя не сразу двое или по одному подходили по покупатели шла матушка с любовью минаевой сразу ко мне а потом валя как там подстанулась на ее не было вообще не было но была от суббота родительская она заходила там блины занесла ко мне и все то есть а батюшка говорит что они живой купили горится не так понял вообще чтоб деньги изначально были матушке но либо прямо перед дверью чуть ли забрала матушки их молодом решила закупить себе этих цепля то есть так произошло надо матушки не когда у нее четыре огорода там это дело так как ты просил прощения говорит у всех попросил прощения в каком варианте как ты подходил в дом или как поясни что это замужем всего вот если сегодня лёша при этом привезет вам диск жесткий там это володя записал на камеру он там там лучше всего будет я даже не вспомню это минут минут пять наверно можете говорил всего-то с одной или со всеми со всеми практически а где это было вот вот здесь примерно видите вот выхода вот калитка из храма выходить с территории там где вы обычно стоите но 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 из храма из храма когда выходит да нет из храмовой ограды из храмовой ограды на улице напротив барабаша напротив игоря еще ты сказал как ну-ка произнеси сказал что я буду сейчас уезжать отсюда то есть покидать буду эту деревню то есть даже страну видимо так всего по таким то то есть ни причины не было такого сказал что вы и в связи с этим хотел бы с вами чтобы вы меня отпустили меня с миром и вообще я вас прошу прощения то есть ну как положено по христиански я снял шапку поклонился но они в свою очередь тоже но я тоже объяснил ситуацию что ни в коем случае я как бы не то что там забывать вас там хочу я буду следить за канал смотреть события каких ну буду то есть принимать некоторое участие посильное свое в этом всем и ну так же сказал что это время проведено здесь деревне мне прошло дни без пользы потому что я здесь я ну как же так ну дисциплину там для себя некую наработал там как бы такую ну и возрослел практически возраст 24 29 лет это возраст такой очень ну важный в жизни человека и я управил не зря и к тому же еще даст бог вам помог тоже с какой-то работой там на прудах 9 но я это не говорил конкретно где вообще сказал что поработал тут для вас мне это очень хорошо было на пользу тоже вы мне очень все симпатичные любезные люди так у вас тут есть коллектив но так и так мне нужно поехать домой чтобы там немножко разобраться как жизни дальше мне какой путь избрать там ну в общем сделать некую как бы перезагрузку то есть своих мыслей чтобы определиться скажем так жизни это так в общем коротко я вам объяснил это нужно смотреть коротко понятно а по интернету ты познакомился с какой-нибудь женской особой с которой хотел бы жоль встретиться то есть у тебя на метке никакой нету а ты знаешь вот я говорю то можете согласишься после того как человек обращается богу самый важный вопрос это женитьба женитьба от этого зависит твое здоровье длительность жизни друзья обед все от этого зависит все конечно так но я тебя спрошу тогда скажи в жизни ты видел многих женщин но и видел потеряевских ты хотел бы чтобы была жена которая тебе когда-то встречались женщины или какая-то одна из потеряевских тебе особенно нравился вот такая бы была то может бы благословиться и посватать примерно я то есть по из этого я пойму если же икона перед тобой стоит если выбирать как бы там как-то по впечатлениям это не надо выбирать то с умом же во-первых что вот это через годы жил тут и видел как как она командует там мужем или нет как у нее дети обихожены нет как в семье как в храме иметь ввиду и взрослых уже как бы женщины или вообще всех женщин ты которых я не знаю ты скажешь да тут я никого не нашел я про потеряевских спрашиваю начиная с лены и заканчивая с той стороны ирина ну какие молодые люди там ну кто-то может быть пожилые ты сказал вот чтобы она старости такая была типа как бы образ как бы ближе ближе всего подходящий подходящий тебе с ней жить тебе росте детей хра тебе с ней и в ад или в рай придется идти пример какой у тебя образец с кого писать образ как говорит маяковский но не с крупкой за не с крупской дали с русская до сниска ланта я чем примеры ну хотел видеть что твоя была избранница на кого похоже чтобы мы поняли главное чтоб она не в развод не ушла это самое основное больше мне как бы ничего не надо от тебя зависит раз вот это знаешь я считаю евро развод идут женщины в общем-то мужчина не не так что он чистенький тоже где-то из-за пустяков там кулаком да я видел тут мне говорят недавно в офис приезжал приехал лежит целыми днями поет работать никуда не идет поет на диване спрашивает а как жена она тебя все приняла не верующий а куда она денется все понятно игорь встретил добунов марина прилетела сюда когда и она увидела бородатый мужик она его может быть не совсем узнала то он и сразу поставить и сама идешь и разворачиваться магадан свой опять она же мне а к никакому обращение там еще в тот момент не было ну ты-то не так на работе что не так как петух только догнал потоптал и пошел примерно хоть узнать на кого вот павел наш уехал в этот и одну женщину в потеряевке назвал золотая женщина да я знаю кого ну вот а ты кого бы мог так сказать пусть не золотая серебряная ничего не скажете после этих последних событий у меня там почитали за кого-то там такого возбужденного молодой да не буду даже говорить сейчас ничего то сейчас начнутся таки нет в общем до этого момента до этого когда расположены были кто-то ошибся не так там плакал у тебя все-таки ну что-то есть перед тобой ну такой я тебе про порядку как найдет муха у нас ты хотел бы такой иметь с костей нет ни за что в жизни да вообще за забор сразу а почему ну я поскольку что нет и все не хочу не я хотел бы узнать примерно наклонность какая но дальше мы здесь будем со наших сестер перебирать давайте так уже будет лучше будете говорить а я буду уже как бы уже что-то представлять себе ну что я говорю тебе но две сестры у нас здесь сейчас татьяна кузьминишина и александра михайловна они были молодые но все что там было мы не знаем но перенеси так она молодое тело ты бы хотел какой такой иметь как татьяна кузьминишина нет не не лучше представить себе более молодую осыпь для этого выбора так я не может осыпь это знаете я легенда там осипь это глаза открыла но кого тут назови осыпь у нас таких сам же осыпь у вити вот петеримова лариса то что я вижу это что там происходит между ними это вообще разные вещи я не могу так даже и как охарактеризовать это вообще не это глупо так даже судить но тут а потеряем какие ты жил на ты видел как живут они видели как я с мужьями бывают как лена варабаш не хотел бы иметь нет вообще это жена ненавистник и смотри можешь это потерять много люди как вот янчук ну в общем такие вопросы задаете я не знаю даже я тебе не праздную задаю вопрос то что ожидать когда ты вернешься потерявку женой то на что нам настроиться какие баррикады строить как на помощь тебе прийти а вот если бы тебя подробнее стал расспрашивать допустим вот у андрея это золотая ирина так что ты мне нашел такого что тебе не подходит ответ на ней трудился а жена какая будет дальше какая была посватался и какая она будет вот тут они делаются похожи друг на друга она знает это за крепкой стеною это авторитет и в детях она ты за за порог она с детьми никогда тебе плохого не скажет вот ирина такая ты ирину не рассмотрел я не думал что ты ее так от обойдешь она очень хорошая я вообще никого не выбрал еще на тихо ночью на а из всех женщин она однако мне приходила тайна из всех посоветоваться о детях что делать вот такое есть и мы вместе с ней плакали и молились ни одна не приходила чтобы именно с таким вопросом о детях я не знаю что делать мы вот делаем вот такой результат ты понял как я по чему сужу для меня главное это тяга к богу молитвенное состояние а если это есть остальное тогда легче я показываю напоминаю страшном суде о ценности перед богом ты когда будешь где-то искать бывает так один я горит решил жениться если найду такую который на мою маму похоже не внешне а вот все так однажды учительница сказала вот вы женщина кому хотели бы подражать но она никто там крупская кто одна девочка поднял руку на кого на бабушку учительница поставила горит ваша бабушка в церковь ходит она горит да но быть я так и поняла бабки они пример могут дать только тогда когда не во христе ирина она молитвенница вот такой вопрос ладно вопрос затруднительный я тебе задал то вот ты сейчас вот приедешь еще раз вернусь к тому придешь в храмы а храма везде одинаково притом абсолютно везде не считая у кирилла сахар ну так же заходишь с правой стороны тачок у него тоже торгует с вещами не замужина полголова открыта но не наша нож как у нас там больше ты не найдешь нигде хоть здесь вот там как они одеты как смотрите и прочее ты там это будешь видеть у тебя будет желание подправить тебя никто не будет слушать это невозможно священник сразу тебя вычислить и против тебя пойдет ему неважно как главное чтобы ходили покупали свечки бизнес у него все на этом строится да я знаю если это все знак на тихоныч я как-то будет будешь там поступать то знаешь так ты учти от этого зависит будешь там ты или нет или тебя повторится дешняя все в один день против то есть что сказать как сказать это опыт мне спрашивает вот вы даете за а как бы вы поступили и не надо говорит как я уже поступил уже община есть община здесь и ты знаешь я какое-то влияние имею здесь они пришли через университет эти люди с кем они были уверовали не такие там где такие только в раю златоус когда говорит кто передо мной говорит лошади кучи навоза принесли в храм это вы не поняли я столько писал сообщение что и что я просто предложил я не наставил что просто поставить там люди развернуть кирос боком или поставить их слева или справа я никого там не обвинял каком-то поведении непристойном все это вы уже начали как бы рассматриваю рассматривать это связано до я при 22 место писания привел тебя смущало когда они наклоняются это так и поняли все ну и не только для себя как бы вообще для всех это кого там три человека стоят там нечего отделять маленькие помещения во времена златоус говорит апостол все были вместе никто не ставил перегородок это духовное состояние стою никому и давай вы думали то нет да выйдут наши красавицы то приехал этот макаров говорит что женщина то боярине как они выглядят и кому тут претензии это просто дальше нету только раздеть и ай володя сидит там у стенов сарафаны сарафаны да какие сарафаны ты посмотри вчера мы здесь снимали вот так стоит лена ну покажи она вот так вот раскинул платье вот такой ширины ну какой еще и какой сарафан то я тоже про сарафан я не правда я про сарафаны и говорил что сарафаны у всех отлично я говорил об этом чем эти женщины наши могут вызвать негатив какой-то это надуманно нет никакого негатива я сказал что у меня не не смущает если нет так нет все я не собирался внести там крифе крестовую войну крестовую походу чтобы за свое слово какое-то но ты на улице лиге что-то дополнительно сказал или только там когда занятия шли конечно на улице сначала а вот это вот они заснято вот не заснято и теперь я судить и почем не могу наводить справки у тебя счета им там сказал когда они с кольца вышли ты остановил лет на улице когда вышли я к ним нищина не обращался только батюшки говорил это они слышали ну не кто-то слышал кто-то там придал прям как сходят с крыса на раздеть да нет он на том же месте примерно на улице за граду вышли ну да и как ты сказал им я батюшке сказал но батюшке сказал как все слышали то ты бы наедине сказал ты батюшке сказал вот это и да вот это и в этом я считаю что в этом я не прав если батюшка подговорил и не надо ты дальше не пошел ничего бы не было цепушки у тебя были бы понимаешь за этим насколько стоит одно слово не так и человек на другой стороне за что убили мусульмане сысоева за что то что он христианин зато его убили он христианин за это только убили ну там иначе что он такой вопрос что он там строительство храма территории этому что-то где-то ратовал говорил что там про кого-то и откуда узнали кого-то он мусульманах вел разговор о мусульманах какой их аллах там это червь и начинает он там все показывал что это все абсолютно все от сатаны и они терпели сколько могли и у меня мысль по сегодняшний день что убили его не мусульмане потому что как говорят разные конфессиональные правильно я скажу набор в стране а президенту нужен мир и такую смуту наводит один человек патриарх ничего не может сделать он делает все правильно по канонам он делает то что кирилл и мефодий говорили правительством не надо одного послали под видом мусульманина щелкнули все полная тишина сегодня нигде ничего нету патриарх послал не патриарх власти фсб может быть фсб литвиненко отравил как об этом пишут а сейчас этим там какой там мусульмане за его фамилия скрипали скрипаль то этот но это я это просто примеру потому правительство все знают что небоскребы свалила сама америкой чтобы войти в афганистан это на сто процентов все знаете это еще знают с нашим курском у нас не знают здесь я бы конкретно в этой ситуации ты с батюшкой переговорил бы он сказал башка да ты бы остановился на этом да как много заложено все таки эх ты дурень ты пустоголовый надо же вломил как это дело да при женщинах сделать ничего нельзя и не нужно еще делать тут один только кто смущается там в прихожей там налево комната отдельно за дверями можно дверь открыть что было слышно смотреть не надо есть слепые я уже знаком как это делается ну я уже знаю наизусть 16 правил этого устава могу назвать им седьмой я вам отвечу что значит седьмой про карте шестнадцатый я вам отвечу шестнадцатая что означает 3 скажу третье там это посты значит четвертая женщина в алтарь не выходить и она изусть это знает так а ты будешь только 16 правилам попутно сказать хотел бы что-то добавить когда ты тебя будешь там организуешь общину на украине и там какие-то вот эти порядки возьмешь наш устав да а что-то добавлять ему будешь перегородки может перегородки да может все тебя за перегородкой тебя там нет один щелчок и пушинка полетела на украину попутный ветер если вы думаете что это только из-за перегородки на украину что так все просто значит ну так ситуация начать так вот как то вот что ты будешь делать вопрос ты сейчас придешь храм женщины там такие ходят в брюках полураздетая ну ну с улицы заходят никто никакого порядка не будет ты что будешь делать сейчас ты потерявку будешь вспоминает не два не три раза что ты будешь делать священнику подойдешь конечно на этом знаю если знаешь что ничего не сделает заранее знаешь он и не будет делать даже все делать чтобы ты не смел лезть и судом сразу на учет тебя поставят поставить до за одного человека который не ходит он не получит несколько грошек а он не пойдет на это если он будет делать его свои собратья за задушат сразу что ты придумаешь то есть когда это было да какой порядок осипов об этом говорит приходит как на пляже и служит бесом в храме бесом заголовок как называется видел да он он понимает этот профессор но только сделать ничего не делал и не будет делать он никогда не создаст общину не женатый профессор никогда потому что это каждая душа с отдельности я с тобой сколько таких занятий провел бесед как ты приехал ну допустим обедаем что-то не так ты сделал там кошкам не так пошел ударил у стены там глина отлетела пошел там где труба под это идет а ты туда скидывал я каждый раз проводил с тобой беседы примеры сколько таких бесед именно на камеру которые были сняты или вообще ну вообще даже не на камеру на камеру это малая часть того что я на каждом шагу там ловил не так не так здесь опять мы идем мимо там арбузы все заросну никита ну тут смотри полчаса и арбузы от освободились еще что-то там есть такое выходим даже с дороги не убрал ну смотри никита я тебе сделал с улицы запер чтобы тебе не зашел а ты че я скажу так ну может десятков 5-7 раз такое было вот так минимум 77 минимум потому что даже о лагере кажется 470 только роликов снято о лагере чтобы его в этом состоянии держать и когда люди уезжают за границу оттуда пишут а россия играет если есть положительный отзыв только один что были в лагере а это уже чего-то стоит они уже там поженились замуж вышли теперь отзывы дают о лагере потеряевка хочешь ты не хочешь она перед тобой пристанет судный день не в этой только земле а в судный день тогда на весах будет взвешено где-то еще принял где не принял а почему ты последний раз ушел от меня вот было какой последний раз разговор был почему-то вдруг ушел и даже не предупредил что уходишь куда-то я предупредил предупредил до нас не помню но и почему ушел ты потому что уже целую неделю продолжался от этого каждое утро это головомойка вы тут садились и начиналось между нами вот это вот это все вот это допрос эти выяснения обстоятельств день за днем просто день за днем уже просто а чем именно речь-то шла чего ради обещала пред этим предшествовал такой период такого между нами как бы мира такого я вообще удивился тут целый патический месяц я думал неужели что-то изменилось как бы я думал никогда этого не будет и потом резко опять началось это все и так понял наверно то ли я не помню когда вас разбудил там сильно вас и так вот разбудил и потом это пошло поехал будет каждый не мог говорить пробудил а на следующий допустим день я опять с тобой разговариваю ты почему не говоришь на следующий день ты поступаешь опять вопреки тому что принято я говорю я тебе сказал вот этот красный половичок покажи перед дверями вон обувь где стоит и обувь белая чья это моя твоя каждый раз говорю кто заходит а света там не горит он по ней будет топтаться ладно не надо пока я говорю половичок за тобой ты его хлопай чтобы чисто было убрать опять нету я говорю каждый раз когда мы были на второй строительной я никому не позволял я сам хлопал двенадцать ночи мы прекращали работать двенадцать а 440 вставали я не спустите на пустыке ты опять не сделал ты не говоришь ты опять не сделал он говорил я и обязан говорить у меня цель дальше ты шел и володя увидел а ты не увидел ты не увидел что храм не закрытый я спрашиваю как ты прошел а я голову не повернул а почему володя повернула вот это вот это мне надоело просто найти количество поэтому я ушел так я не хотел что ты не безразличный был не сквозняк я не сквозняк ну не увидел но не увидел а какая обида ты значит все себя записываю когда я иду я налево направо должен быть забор целый я здесь живу ты не безразличным не был ты должен быть похожий на нас другого варианта нету почему здесь все обдумано и мы живем никакой беды нету вот сейчас я тебе покажу как ко мне ломятся здесь вот здесь вот сейчас открою люди здесь я не открою них не они не знают кто здесь есть сейчас только закрывать буду все время уже это на одной неделе две попытки я не 40 минут долбится здесь полиция не подъезжает как только машина подъехала черная сдвинулась они в нее в это время полиция подъехал полиция даже не вышла из машины еще все случайно а ты чё я спрашиваю ты чё я гений яковлю говорил не открывай открыл он сразу застренным электродом в горло его отрезал голову береженого бог бережет это зачем говорится пословица мое дело молиться я молюсь установил здесь съемка идет а я в то время стою молюсь ты что ты встал а я тебе бы стал счет это ничего ты скажу я все время делал упущение мне было сказано я опять неправильно сделал у человека терпение какое я ему не безразличен ты совершенно не то стал говорить а чтобы этого не было ты решил уйти вот ошибка то твоя была где а когда ты ушел куда ты пошел сразу же с первого дня у тебя там не врядицы пошли у меня каталог целый который там помогал парень то где не называть еще не надо сказали и ты сразу горит с ним сцепился уже сразу же с первого дня кто тебя принял там вообще не знаю как ключ-то привез отдать ключ который уехал ты открою от квартиры где ты жил и ключ говорит увез ты даже спасибо не сказал так ключ до ключ у меня с собой есть да да как что увез то прошло мне сколько времени это увез от квартиры ключи ну опять я тебя что пошел на тебе как ты мог не вспомнить то едут потеряю когда ты бы тысячи извинений ты ни разу даже не сказал я ключ унес у вас жилы как мать говорит не спасибо горки насрать не сказал как это так интересно я смотрю вот у меня документально здесь хрущев уделал америку мы это мерка они не знали как слова хрущев написать писали журналисты все по-разному пока им не продиктовали по буквам это 59 год и тогда был эйзенхауэр генерал великой отечественной войны и его пригласили он 12 часов летел они решили его здесь и делать он их уделал он их как надо и вот в лос-анджелесе а вот вышел мэр города там сидит выступает и трибуна такая вот смотрите это у него маршрут был такой вот вы говорите америку это мы ее накроем и проще сметем с лица земли а наш образ жизни нам нравится хрущев говорит уже сколько раз я объяснял это было сказано в какой обстановке если нападут вы же этого не говорите а потом выехал а видимо за дело знаете у вас мэр города лос-анджелеса да и он против меня выступил так вот мне очень сильно показалось он хотел пернуть но желудок не выдержал он обосрался это так прямо как он говорит документально сейчас идет вот так вот то есть хотел пока сделать какой-то как роман то тоже хотел а еще и нету ничего нету погубил все участок этот будет другой кто нынче приедет первую часть его участок будет за столблен земельном комитете и туда он носа не сунет а отдельно строить он не будет да никто ему не позволит так то здесь то самое смотри ты ушел хотя где жил мог сказать что я уезжаю почему не сказал ни слова и она узнала хозяйка только кажется дня через два узнала через интернет что ты там не живешь как это так можно это в тебе внутри вот и когда ушел от меня когда с по володе первый раз сам оборуде никогда не вмешивается я тебя там на эти конечно я понимаю что я уже уезжаю мне не поймешь хотите напоследок мне сказать и мои недостатки я не недостатки вернуть вернули доставки доставки отбросить от от себя никак то есть это если не поняла и ключ не отдал то значит он никуда не делся и ты не затрубил из потеряевки я уехал даже не поблагодарил ключ унес от квартиры это бы а то даже не шевельнулся ни разу то это вот внутри ты с этого начни и тогда увидишь эти люди хорошие где-то там был с ними можно было жить дальше с игорем сидим он говорит у меня марина хорошо готовит она тут обслуживала какой-то банк или чтобы они заказывали на обеды делала и обедать ни разу не поблагодарил правда это или нет из-за стола выходил никогда не благодарил я вообще могу на пальцах наверно посчитать сколько раз с ней за столом вообще сидел вместе столько сидел может два раза последний раз когда приезжали к игре в гости приезжал николай кручина приезжал алексей загуляев тоже с женами приезжали мы там все вместе мы потом конечно же там поблагодарили все вместе там за трапезу а вот так что вместе с ней ел за столом я даже не помню может ни разу этого не было вот это то и оно мне это нужно знать что никогда не благодарил володя никогда не встревал в разговоры а то-то он стрел никита ты что делаешь да всегда был варов carshk eltove под gueragar я говорю не благодарил как не благодарил я говорил что там вкусная это говорил мне каждый раз это говоришь что каждый раз каждого рубежины должен говорить так стоит очень хорошо это это правило и 머� 킁ал там 1 ск� 대박 сказал там опять рассказал каждое раз утром идем много денег здравствуйте почему каждый заради flor bir чьи девочки еще очень редко видел дома-то потому что на свет обо на работе хотя бы я верю сказал но ты знаешь когда мы едим здесь... А я Игорьу разве не говорил? Я говорил, что вкусно, очень приготовлено. Я тебе хочу сказать. Когда мы здесь, я бываю отдельно где-то. Ну, приду сюда, я поел ну, коротко, вечером-то. Никого нету. Я выхожу и говорю, никого нету. Один ты сидишь спаси Христос. И ты ответишь там во славу Божию. Хотя ты не готовил ничего, потому что ты есть. Я печь затопляю, я к тебе поворачиваюсь. Никита, благослови. Как это относится к моей ситуации? Когда я не вижу ее просто месяцами практически. Не в храме бывает не вижу ее. Дома вообще не вижу ее. Это я согласен. Звонить по телефону и благодарю за еду каждый день, что ли, об этом говорить. Но я печку затопляю и обращаюсь Никитом. Так нет. Всегда. И я так тоже делаю. Но научился? Конечно. Неплохо. Теперь, а почему ты будешь, Володя, первый раз, как говорится, встрял в разговоры сразу, Никита, ты что делаешь? Ты даже не можешь так разговаривать-то? То есть ты уже чувствовал что-то у тебя, назревание свободы. Потому что надо просто было нам раньше в мир не расстаться, чтобы не доходить до того, что начинаются такие уже конфронтации. И все. Это не годится. Ты ищешь что? Ну ладно, тут конфронтацию. Ну как? Тринадцать человек. Семь за него, а шесть против. И он не стал улаживать-то монах-то. А с этого острова переплыл на другой Соловецкий-то. Ну а там уже молва за ним идет. А теперь семь против, только шесть за него. Там было семь за него, а здесь семь. И он понял, бежать некуда. Куда не побеги, там обязательно найдутся люди, с тобой не согласны. А Господь возбудит дух его, написано. Возбудил дух его. Иди к фараону, а я ожесточу его. И он фараон-то фактически-то ничего не мог сделать. Значит, я к чему говорю? Когда ты поедешь там, у тебя где-то будет, на несколько раз взвешивай. Ты мне абсолютно не безразличен. И ты там будешь разговаривать, а скажешь, а назад не вернешь. Слово не воробей. Написано тоже. Вылететь не поймаешь. А уже настроение будет. Трудиться с каждой душой отдельно. Увидеть вот это вот православное, чтобы такая община, ты не найдешь нигде. Я тебе даю 100% гарантию. У Георгия Кощеткова, который бывает, вечеря любви, я там в это время приветствую. И все начинают, говорят, брованное движение. Все целуются, женщины. Я не видал. В интернете говорят. Но мы у нас не по-другому. Мы очень тихо с миром. Ты знаешь, за 7 минут заходят, полная тишина. Везде. Ты что-то напиши себе до бумажки, что ты там видишь не так, что бы ты хотел сделать, и напиши мне. Где там? Там, где ты будешь. На Украине, в Москве, в храме. Я про храм говорю. А что я могу написать? Там все одинаково. Вы сами говорите. Там все одно и то же. Ты... Это да, ты прозодируй обстановку, что с чего начать. Не просто я пришел, а стоял, у тебя мирные отношения. Да никакие ты. Ты уже погиб. Ты видел беззаконие, и не обречил. Я взыщу из тебя кровь их. Я бы где, в какой храм не пришел, я обязательно встряну. Почему? У меня другая харизма. Я себя со священником разговариваю, то он уже знает, кто с ним разговаривает. А ты-то, ну, говорится, уровнем пониже. Тебе нужно маленько другой держать шкалы. Как именно? С чего начать? Я тебе не советую молчать. Я тебе советую расследовать все и подумать, с чего начать. Как сделать, чтобы община была община Христова, а не проходной двор. Женя мной недоволен там, в Янчуке. Они как-то сидели, выпивали, ну и что-то там. А потом кто-то ему сказал, а община... Женя сразу сказал, общину нам никому не создать. Он против, но он это абсолютно точно знает. Никогда. Общину создать тогда, когда ты сам себя покорил Богу. И у тебя цель такая, ты выставляешь тогда, это Бог говорит, это неотразимое, ты придешь. Вот он стоит перед тобой, покажи себя, кто ты такой. Вот так. Пупков Сергей Павлович. У него была загвоздка. Я ему сказал, ни с кем не разговаривать, три года. Так, нет? Так. Скажи вслух. Так. А еще что тебе было сказано? Ты помнишь, ушел у соседа около крыльца, там уткнулся в забор и плакал. Я сразу выскочил за тобой. Так было? Так. Ты понял, нет? Он избрал путь самый правильный. Ты избирал правильный путь, когда в прошлом году ты там восстал, резал помидоры-то. Я сказал, если я не буду, я буду дома обедать. И ты принял единственное правильное решение. Ты сразу сказал, и я тоже буду дома на сухарях сидеть. И тогда я пришел и сказал, вот это здорово. Ты там, где будешь, пока расследуй тщательно. Я тебе советую, общины, готовые, которые проходят, у них не община, а приход называется. Как его сделать общиной? У тебя есть опыт. Попытайся. Тебе надо помнить, чтобы было два-три человека хотя бы, с ними начиная работать. Где? Я выставил материал этот. Пособие, это третий том, открытым оком. Пособие по изучению Ивана Геннадмарка. Как создавать общину? Это пособие, я когда общался с священником Борисполя, мне это единственное, кто заинтересовался, это католический священник, он у меня его взял, а в ответ подарил мне энциклопедию католическую. Я с этим пособием уже знаком, Борисполя был, тогда я распечатал его. Как изучать, допустим, каждый человек, который собирается это заниматься, должен как минимум прочитать это Евангелие несколько раз, чтобы у него были готовые вопросы. Потом такой-то ведущий должен быть, как минимум два человека. Я знаю этот материал. Я с ним знаком, Инатий Тихонович. Так, знаком. Теперь осталось за малым. Притворить жизнь. За малым дело. Как у нас геодезист преподавал. Говорит, ребята, вы уже можете по нивелиру снимать еще лет 25 практики настоящие геодезисты. Еще 25 лет у меня будут практики. Может, там два человека я соберу в общину. Ну так, мое желание, чтобы ты познакомил нас с той общиной, которую ты не создашь, а приход превратить в настоящую общину. Да. Да с Богом, хотя бы пару человек по скайпу со мной выйдут, которые хотя бы будут меня слушать, то я буду уже хорошо будет. Ну а ты понимаешь, на чем теряется. Вот сидят, выпивают. Выпивают у нас кто? Павел мой брат, Женя, Миша, Никитин, все. И Женя говорит, что он, Игнатий, прорабом был. Вот только полтора дня был. А Павел слушает. Павел пришел, а что ты говорил, прорабом работал. Женя говорит, полтора. Я ни слова не сказал. Я сразу заказал мою трудовую книжку привезти. Ее привели. Привезли. Смотри, я закончил техникум. Вот. Я смотрел ваши книжки трудовые. Вы мне показывали. Записал. Там это все есть. Я видел, там, где вы работали. Так, смотри. Вот в этот день я имел право раньше выйти на работу. Не имел, потому что я учился. Заучился, меня направили. Имел я право, раньше не имел. Направили в органы МВД. Это не я. Строго режимный лагерь. Ну, от меня не зависело, когда приступить на работу. Не зависело. Дальше. Меня берут оттуда в армию. Мог я сам пойти в армию или... Ну, никак. Я зажатый с двух сторон был. Все. Павлу показали семь с половиной месяцев. Ну, не полтора дня. И семь с половиной месяцев по две смены каждый день без выходных. И представь, я кого там, 20 лет и строго режимный лагерь. До 250 человек, 6 объектов. А каждому нужно не меньше 102%. Тогда за один день, который он отработает, два ему скашивают. А если 121%, то три дня с него скастят. Они мне топор на шею вешают. А я сам, пацан, ничего не знаю. То есть, я попал в такие клещи. Я военкома готов был обнять, когда меня в армию призвали. Мне очень легко в армии было. Легко просто. Ты стрелять, и все знал. Так вот, я тебе хочу сказать, нигде не допустил жив. Никак. Я поехал на поле с Женей поговорить. А в кармане у меня аппарат лежал выключенный. А он не выключился, он работал. И наш разговор был. Я решил, ну, ненормальная остановка-то. Давай вместе с ним. Ну, вот случилась такая у тебя беда. Я не говорю, какая беда. Страшная беда. Я даже ни в житиях, нигде не считал такого. Такая беда ужасная. Потерял дьяконство, потерял сына. Ну, все потеряно и скатился никуда. Теперь, как, давай помолимся, Женя. Ну, вместе. Помолились. Я иду домой, радостный. А в это время это, Алевтина Пантелеевна что-то снимала там. Какая она, с тем что-то? Матушку снимала. Так, матушка подскакивает, как у тебя аппаратура хватает. А я пришел, услышал, примирить пришел. И матушку вызвал, и стал говорить, как ты могла это делать. выхватывать у нее. Это наша сестра. Это ее территория. Ты зашла, она снимает. А в это время Женя отпас, загнал короб, идет, проходит мимо. Что он вам тут впаривает? Да уже молились только с тобой вместе сейчас. На поле ходил я, далеко, клеверное поле. И он дошел, меня не видел, со мной не разговаривал. Но увидев меня, он прежде остался тем же самым. Что он вам тут впаривает? Это ничего, это внутри. Там крепость главная. Вот как я тебе скинул это про интернет, Иоанн Кристианкин сказал-то, не пользоваться, тогда не интернет был, компьютер. Он говорит, не в компьютере дело-то много, у нас есть другой компьютер, который должен помочь выбрать, в голове в нашей. Это я ссылался? Да, это я читал. Хорошие слова? Да, там немного написано. Немного. Но слова-то, ну, сказал-то не Игнать, а Иоанн Кристианкин. Да я знаю этого старца. Вот как? Он хорошо прожил там. Хорошие слова и зависит женщина и женщина, мужчина и мужчина. Как Златоуз говорит, они были не такие в то время, поэтому никаких перегородок не было, никогда. А Василий Великий, ну, он видел, вот из-за чего? Из-за диакона, не из-за женщины, а диакон на женщину смотрел, лицом на нее смотрел. Тогда отделить, чтобы в алтарь они не смотрели. Не друг от друга, а в алтарь не глядели. Вот где перегородка-то была. А тут все, хватили за это. Это житие святых. Я не читал Василия Великого, там у него такие тома целые трудовые там. Ну, понятно, понятно. Это в общей патрологии имени, это 300 томов. 300 томов. Я скажу, что некоторые тома я гонялся за ними, за границей не мог достать. Иеронима Стридонского о нравственности священства. Ее от руки переписывали у него эту книгу, от руки, язычники. А я в интернете нашел сразу ее. Вел, сразу читал. Полная. Не знаю, нашел, сколько-то было там. Вот так. Все друзья отошли, до единого его покинули. А теперь их никто не знает, даже имен. А он такой же почитаемый, как у нас златоуст. Так, у тебя теперь какие? Давай ко мне вопросы. Потому что отношения, ты сказал, будешь заходить. Я очень... Первая задача внутри себя разобраться, нигде не влазить, вспоминай, где ты имел, и создать общину. Не создать, а готовый приход. Я только бы за, чтобы были коллектив людей, которые бы молились вместе, и были единомыслиями. И помогали священнику. Помогали священнику, да. Я только за. Ну все, ты увидел, как делается. Но что создать общину? Еще ни один у меня не встретился, который сказал, ой, я создам общину. То есть, когда форум мы делали, создали, ой, да вы знаете, эта площадка, там споры будут, столько общин образуется. Я говорю, вы понимаете, о чем говорить это? Общее все у нас здесь. Все, разное. Ты как думаешь, почему у нас с Игорем Барабашом ни у кого не было? Котов был в деревне, с ним тоже один, из-за земли там было. Почему у него такие отношения со всеми хорошие? С Игорем Александровичем Барабашом? Ну, только по природе человек такого характера, мягкого, поэтому с ним все хорошо. знаешь, а есть такая поговорка, ласковый теленок двух маток сосет. Да. А который бодливый, своя мать, говорит, поддаст ему. Вот где батюшка, ну, матюшка живет, там пруд-то, а пруд высокий, вода вот так. И теленок, корову привязали, и он маленький теленок, сосунок, и прыгнул на корову. Она как задом повернула, и он с этого выступа плюх в воду-то туда, и сразу остудился, не знаю, это что я привязывался к женщинам-то. Посладительный душ. Так, ко мне давай, вопросы. Ну, вопросов, не знаю, вопросы какие. Мне просто... Записано где у тебя нет? Нет, мне бы первый том Новый Завет, я бы даже купил у вас. Я тебе сейчас выдам, и все, уже получил. Одну, мне все есть, только одну. Повторяешь, я не люблю это. Первый том. Сейчас выйдем, и ты возьмешь его. Я тебе его благословляю, при условии, никогда ни одной книги никому не отдавать. Не отдавать. Книги на исходе все. Нет, не отдавать, зачем? Не отдавать. Еще раз говорю, книги практически уже стихи никому, а один экземпляр послал только на Испанию. Ну, можно только если там открытым оком кому-то там человеку, дай почитать. Можно так же дать? Можно дать, но только о которых хорошо знаешь. Книги невозвратные, особенно 26 том. 26 том никто не возвращает. Библиотеки, если дали почитать, сразу уйдут. А у меня его нет, у меня там всего томов может. Ну, ты понял? 5-6. А сколько у тебя не хватает томов? Мне столько-то и не надо, зачем мне столько-то? Главное, хотя, вот самый лучший, мне нравится первый том, самый первый том мне нравится. У меня есть, у меня он есть. Я тебе скажу, если бы у тебя было желание сейчас получить недостающие тома, я бы бесплатно тебе дал. Ты подвел себя в этот наш склад настали и сказал, дорогой Никита Андреевич, выбирай, бесплатно, на молитвенную память. Мы сейчас туда пойдем, как, и ты сам посмотри. Даже, любимый 26-й том мог бы тебе сразу сказать, возьми. Это 300 поэтов России за 300 лет, что сказали. И по ним я отвечал. На каждый вопрос 6 поэтов из разной эпохи. На каждый вопрос 6 поэтов и нужно стихотворение по теме. Сегодня понимают, это нельзя создать. Я смотрю, это совершенно не мое. Я благодарен умершему уже Евгению Евтушенко. Он предоставил мне все это. 20 тысяч файлов стихов. Так, еще ко мне какие претензии, недовольства, что сейчас мы разойдемся и на этом, как говорится, все. Я могу это показать, вопросы решили. Вы не покажите ролик, там, где к вам ломились люди, там 40 минут стояли, когда в дверь стучали, обещали показать. Давай. первый раз покажу и второй раз. Хоть немножко. Ну, конечно. Ну, вот это первый. Кто-то стучит в дверь. Я вижу, красная машина подъехала. А вон, в дверях, видишь, стоит. Я не догадался, что это женщина. Там двое, как минимум. Там, выйди сюда. Где, откуда тебе удобнее. Давай я закрою там свет. Кто-то пришел. Да нет, нормально. Это я, голова. Стищица. Промотайте, чтобы... Ну, сейчас. вон там находится человек. Это еще надо разобраться. Имеет ли право он заходить и стучать на территорию. Это я не забыл снимать. Смотри, что. Сейчас он в окно будет стучать и через шторку он будет снятый. Нет. То есть один, это было очень непросто для меня. В окно стучится. Вот он. Увидал я его. Так, минутку. Очень похож на милициональную. Это на кухню. как будто из органов где-то. Кто его знает? Еще не знаю. Ну, дальше. Ну, понятно, здесь три, четыре ролика. И вот каждый я покажу. Она подбирает волосы. Тут стало понятно, что это женщина. То есть настойчиво. Это уже у меня третий ролик. Вот они на улице стоят. С папкой красной. Как будто риэлторы кинем. Дальше. И четвертая, последняя. Я ничего не знаю. Никому не должен. Ни перед властями, нигде. Нигде. Вот на улице выходит. Ну, видно, что женщина в штанах. Это сказать. А, понятно. Понятно. Что-то он звонит. На брюках или кто? Полицию вызовем. Экстремистская деятельность. Это тогда приезжали. Они экстремистская деятельность. Ролик про буддистов. А это я засчитал. Статья написанная была примерно 110 лет назад. 110 лет назад. Митрополита Владимира. А я ее поместил. Они за это усыпились. Кто-то стучит. Опять стучит. Давай сейчас сюда. А это сестра, видно. Давай. А где грабли? А как вот зайти, угляк, уголь, и обойти с той стороны, там грабли. Только зеленую не берите, а железную берите. Так я там сам бы сделал. Да уж, где? Прекрасная женщина. Гончарук Александра Михайловна. Теперь смотри дальше. Это я уже прошел. Теперь веди другое. Вот у меня стущат. Теперь видишь, сколько роликов снял? Сегодня 25 лет. Опять кто-то пришел. Через два дня, кажется. Вон они ходят. К Надежде Васильевне стущатся. Какая-то полиция или полиция. Так, подожди. Быстрее, стань. Смотри. Вот. Это та же женщина в белой куртке, наверное, да? Да это мужчина. Нет, вот это-то женщина. Да мужчина это. Что ты сказал? Это не та же женщина, которая на том... Да, по-моему, это не женщина. Мужчина, да? Это мужчина. Теперь смотри. Вот они здесь побыли. Вот этот длинный такой ролик. И шел дождик. Вот они теперь на улицу. Уходят и приходят. Ну, раза три они выходили на улицу туда. Вот они где. По окнам стущат. Чего не понятно, не понятно. Трое. Ты не забывай, вот рядом соседка. Вот, забор идет. Старик сидит все время здесь. Он пошел хлеб покупать. Приходит, бабка зарезанная лежит. Сейчас его сразу поймали. Они наняли штукатурить. Незнакомого человека. Он пришел, 30 тысяч какие-то у них были-то. И он ее зарезал. Восемь лет отсидел, сейчас уходит уже все. Плеханова Татьяна у нас была точно так же. Наняла там в комнате, там туалет делать. Куда он топором ее зарубил? Вот она была наша прихожанка. Теперь веди дальше, сколько здесь. Семь роликов. Вон они. Мы снова возвратились. Теперь с улицы опять заходят. Они кого-то там ждут. Дождик капает, тут идет. Это они меня блокируют. По телефону. Я сказал телефон. Это мне звонит. Я телефон беру. И поневоле дергаюсь тут. То есть, они зашли все трое. И в стенках скрывались. В стенках. Вот открывай, они трое там стоят. Вот они. Так и стоят. Позвонил сейчас я Сергею. В камеру смотрят. Я говорю, Себастьяну не могу дозвониться. Сколько времени стоят. Звонят что-то. Что-то же им надо тут. Я сейчас хочу сказать. Я беру телефон. Потом и говорю. Кто? А это мы. Ну а кто вы такие? Ну мы баба Маши. Какой баба Маши? То есть, врет. Ну а кто вам нужен? Ну нам сказали на Ползунова. Ну кого вы ищете? Да вы, вам человек нужен? Он не знает. Это еще понимаете. Какие следственные органы? Не знает он кого назвать. Меня он не знает. То бывает так. Тогда приехали, когда полиция. А где Игнатьев Ильич? Ты же видел это? В лагере-то было. Когда в милиции-то. Полиция-то приехала. Ты видел это, нет? Да. Конечно. Как тренировка шла. А потом. И как в действительности было. Ты видел этот ролик? Ну я тогда бежал с ребятишками там. По крапиве там прятаться. А Володя снимал на камеру тогда, когда они приехали. А когда полиция-то приехала? Когда днем приехали? Да, днем. Ну этот Д тоже видел, да. А они соединили это, 24-е. Тебе пригляди, вот они стоят. Ходят что-то. Пошли на улицу. Это они второй раз уже уходят. Так они могут и сейчас приехать. Дождь идет. Они могут сейчас приехать. Подожди уходят. Поэтому мне важно, чтобы уйти, запереть все. Я сказал, теперь такого. Я говорю, кто нужен-то? Вот это еще ролик. Они там сейчас зайдут. Они там будут долго-долго будут сидеть. И главное, ни разу в почтовый ящик не положили никто. Если я Себастьяну позвонил, это мой адвокат. Он говорит, если это прокуратура или полиция, они обязаны положить. Повесткой, приди там или что. Ничего нету. Нет, вот они стоят. Повестка рядом не выходит. Вон, я показываю вода. Вон они. Ну, тут такая техника. Но, во всяком случае, понятно, что... Вот они под лестницей стоят. Теперь, я сейчас это убираю. Смотри дальше. Где они? На улицу вышли. Должен быть. Под окном они стоят. Кто с той стороны зашел? 45 минут 11. Утро 25. Так что надо-то? Ничего не... По сей день не знает. Какая? Вина моя или еще? Приехала полицейская машина. Полицейская приехала. Вот она приехала. И даже огонь не ступили на землю. По дому, во дворе дом стоит. Но полиция вызвала. Да может, в беде лежат. Ну, можно было выйти. В окна в дверь. Какая-то полиция-то. Так они так и уехали. Но перед тем, как полиция должна приехать, Сергей вызывает. Они быстро зашевелились на улицу. Быстро выходят. Разворачивается черная машина. Они все в нее быстро садятся. И все уехали. И за ними минут там через 10-15. А я вызывал 40 почти минут. В это время подъезжает полиция. Она за ногой не ступила. Может, где-то что-то в ролике сказали. Не то, что там по политику, может, что-то не то. И они приехали. Ну, как я вообще политики еще нет у меня. Ну, не знаю. Нету. Вообще нету. Я только молюсь. У меня политики ничего нет. Я все сказал. Вот такие молодые ребята. Они часто работают на всякие там... Эти партии всякие. Они там присутствуют. Ну, я какое отношение я имею? Не знаю. У меня что сказано было? Сказано было до 1986 года. Там архипелаг ГУЛАГ сдал. А теперь его в школах программу ввели. Архипелаг ГУЛАГ. Где ввели в школу-то? А где их в школу ввели-то в ГУЛАГ-то? Все, ввели в школу. Прямо стоит программа. И она приходила, Наталья Дмитриевна, беседовала с Путиным. И решение принято. Все. И сейчас, главное, выходит и говорит, да жили-то чего? Архипелаг ГУЛАГ в школах преподают. То есть преподают. Вот она полиция. Смотри, сейчас я показываю. Поверьте ли что-то такое? Видно шевеляться. И вылезли даже из машины. Лиды его, нет ролика этого совсем. А что там, о буддистах было сказано что-то. Представь себе, о буддистах сказал митрополит в 1910 году, 108 лет назад. Это экстремистский материал? Я как раз недавно заходил в интернет и смотрел список экстремистских материалов. Там около полутысячи, наверное, разных статей и фильмов. Ну да, больше наших нет. Когда этот Михаил Михайлович Кальмаев позвонил в библиотеку книги Лапкина, она говорит, а их нету. Да что они экстремистские? Ну да. Ну-ка, директора позвали. Директора подошла. Так, она новый работник, ничего не знает. Нет, эти книги не экстремистские, нет. Ну приезжал батюшка в семинарии преподает и сказал, эти книги самые нужные для семинарии. Ну, а я прихожанка, я отдала. То есть они вылавливают их. Лживое племя поповское. Как это, у одной знакомой там с библиотекой пришел поп и украл. Она говорит, это, как она называет, лживая поповская морда. Утащил у меня книгу. Вот она, машина стоит. И опять показывает. Никого нету. Тут полиция подъехала. Тут трое минут сорок колотились. А сейчас 11 часов, 4 минуты утра. Ну, до обеда. Сергей позвонил Павловичу. Она временно звучит, да? Полиция, говорю, вызови, там узнают, что это за люди. Не называются, кто такие. От какой-то Бабы Маши. Ну, да Баба Маша-то кому-то послала вас. Не называют, не знает, не знают. Ну, тут что-то какая-то провокация. В прошлый раз так же полиция была. Вот на вас жалоба была, там экстремистские материалы. Какие? Где? Я говорю, по экстремизму. У меня всегда милиция тогда была. Вызывали, я у них проповеди говорил. Я вел занятия в милиции. Он, видите, по рации разговаривает. Да? Ну, пускай. В пополном смысле экстремизму. Скажи, вот он не вылезет. Все ближе приближаются. Передим забором. Что он может говорить по рации-то? На улице идет дождь, таблету боялся запачкать. Он должен выйти, по-любому выйти, посмотреть, что происходит. Ну, посмотреть, он же видит два дома там внутри. Речь идет об этом доме. Да какая же это полиция-то? Я даже не понять не могу, как так. Приехали и дали отчет, что все в порядке. Да тут полный дом уже трупов. У него вообще заложенный вызов, там, кажется, деньги берут, если не ошибаюсь. Какой ложный-то? Это не ложный. Они не вышли даже. Да, так даже ничего не вышли. Даже не ступили ногой на землю. Перед забором стоят, а во дворе дом стоит. Или они боятся среди дня? С милицией я вел занятия много лет. Пять отделов в городе здесь у нас. Городской отдел и краевой. У меня отношения очень близкие были с начальником милиции Вальков. Владимир Алексеевич, кажется, его звать. Генерал-майор. Потеряевку приезжал. Представь себе, начальник уголовного милиции, краевой ВВД, и, главное, дал книги по славянски. Он начал считать. Говорит, а я, говорит, в детстве считал, говорит, это. Вот и все. Ну и что дальше? Ты попросил? Я тебе показал. Ну это, наверное, последнее. Ну да, все. Здесь есть, как они выходят, и как машина черная разворачивается, снята. И они все в машину быстро сели и в ту сторону поехали. А с той стороны едет полиция уже. А как в соседнюю дверь стучались, нету? А? Как в соседнюю дверь они стучались, нету? К соседей что? В соседнюю дверь они стучались? Надежда Сильна. Ну вот они, видишь, стоят, конечно, стучались. А это не зафиксировало камеру, да? Ну там, где это, я то услышал только, когда колотится. А когда он будет, я говорю, после 10 октября. Командировки. Все, что считать, последние дни тут уже не надо считать. Ну вот такая история. Понятно. Так, я еще раз повторю, а ты уже тогда скажи, ко мне, стядька, пожалуйста, ко мне, все, что ты можешь сказать, пожелания какие-то, я уж не напрашиваюсь на благодарность-то, а что у тебя есть сказать на память? Ну сначала я скажу, вот тут запись была, что Надежда Дмуха или Лена Барабаш не сильно там обиделись на меня. Да нет, это мы поговорим. Простите, я не то, что говорю, что вы прям какие-то непригодные женщины. Ну поди объясним. Просто я так выразился. Просто не твоего вкуса, женщина, и все. Ну да, ничего такого, я сказал, не надо волноваться, у вас уже мужья есть, и все. Да не надо. А к вам, значит, ну, фух, я даже не знаю, столько, что можно выразить там в краткий такой срок, то, что я хочу вам сказать. Ну, в краткий, что у тебя так много досье на меня, что не можешь высчитать четыре дома. Главное, ты уезжаешь. Приехал ты вначале в мой дом, и от меня уезжаешь. Ты не выписывался по Теряевке, вот это меня тоже тревожит. Я сегодня звонил Мамонтова у службы, там, где я прописан, и он просил меня перезвонить после девяти к нему по этому вопросу, надо ли не ехать туда, чтобы меня выписывали. Напиши какую-то бумагу, напиши, что такое, то я уезжаю, прошу выписать и подпись. Я тебе дам бумагу. Ну, бумагу тоже можно, да. Я тебе дам. И еще, еще раз ты дозвони, чтобы выписали, потому что с этим большие неприятности. У меня, чтобы выписать человека, сколько ждали, суд шел полгода, и, наконец, решили выписать. Этого не было, им нечем заняться. Да, да. Вы же видите, я вместе с Виктором Савченко там прописывался, а теперь без него выписываться можно ли? Ну, в общем, я буду звонить еще раз. У него другой дом, это мой дом. Это мой дом, его там ничего нет. Ваш дом. Он за оформление земли 50 тысяч платил, а я ему 50 тысяч отдал. Дом ваш, а роспись его в документе и фамилия. Я его поставил у себя, говорится, там. Когда он жил, этот дом не был там, он не женился. Да. И он у меня был и в наследнике записан раз был. Я свободно так распоряжаюсь, это мое. Насчет того дома-то по Терявке, который я тоже где-то там, помню, ездил же к юристу. Ничего нету, нигде нету, ничего нету. Налоги там не будут присылаться мне? Что-то, может быть, буду. Я тебе напишу, и ты пришлешь бумагу. За дом будут, допустим, какие-то. Я не знаю ничего. А раз я не знаю, поэтому куда обращаться. Что-то придет, мы ответим, человека нету, он выехал. А если подтверждение нужно будет вашей организации, и ты там, может, на каком-то бланке подтвердишь, что именно ты, что ты выехал, тебя нету. Так, за электричество сейчас ты жил там, заплатил? Ну, Володя сказал, он посчитает, там, когда будет, или он сам заплатит, или я там как-то... Ну, да, надо мне по наглям. Роман говорит, там заплатил. Я должен все это сделать. Вот, значит, в Лесико лезет, едет с несколькими. Вот, с Украины одна сейчас собирается ехать сюда, денег нету. Я взял полностью оплатить дорогу сюда и обратно, в Украину и обратно. С двое они, с дочкой. Вообще нету. Она разведенная. Он хотел в Польшу ехать на заработки, а его не выпускают из-за алиментов, платят алименты. Они родственники на нее. Что, Марина, ты дай ему. Она меня спрашивает, давать? Я говорю, ни в коем случае, как это так давать? Ты отреклась от этого. И все. А это я не разрешу ребенка вывозить в Россию. Так кто кому алименты платит-то? Не знаю. Я ничего не спрашиваю. Меня это совсем не интересует. Но главное, что она очень хотела быть. И мы, денег нет. Я говорю, ты до Москвы можешь доехать? До Москвы доехала, а там денег нет. И тогда тут заходит Николай Астахов. И я говорю, он говорит, у меня только 10 тысяч, а надо 20. Я говорю, так тогда... Он пошел, купил билет, даже уже не просили. И он и оттуда выпроводит. Может быть, завтра, послезавтра. А он приедет в июле только, я ему деньги отдам. А ей тогда за полный то, что было, и туда-обратно. Еще по Теряевке мы с Володей покупали лес. Там тоже осталась моя доля его. Но он сказал посчитать доски по кубометрам, тоже там рассчитается со мной. Какие доски? У тебя там остались? Ну, вы видели там под навесом. А под навесом, они такие, не обрезные. Есть там хорошие, есть горбыль, ну там они есть. А кто берет, Володя? Ну, не знаю, пусть даже Володя. Но он сказал, он нашел записную книжку, где он отмечал, по какой цене он брал. И он по кубометрам, и он потом посчитает, сколько осталось. Мне надо осень дом первый обшивать сейчас. Строить сени там, где на углу. Так что доски вы себе купите по-любому, так кому они еще пойдут? Ну, в общем, ты никому не должен. И тебе никто не должен. У тебя более легкий такой кризис. Да, меня силком не увозят отсюда. И у меня не скупался много чего вещами сюда. И главное, не в наручниках, не временного содержания иностранных граждан. Ну, и он может, и вот просто бесплатно на вакуину, наверное. Так, тебе не отказано сюда приезжать, если женишься? Это, говорит, чтобы женился, были великовозрастные сыновья, чтобы помогли строиться. Да, хоть лет, чтобы по 20 было тогда и приедем туда. Это у моей сестры на работе, Вася один был. Ему говорят, Вася, надо жениться. И там была женщина одна. Ну, она на 25, что ли, лет старше его. И он женился-то. Первым делом, что сына я отделю и женю. Сына, который он восстановил. А ты видел побег из УЛАГа? Там не один фильм такой, наверное, есть. Один. Один такой фильм. Немец. Когда 25 лет ему дали. И в конце он по мосту выходил. И как он бежал, и как его попал в немца. А у немцев так, чтобы... Ну, они близкие друг к другу-то. И он ей говорит, ты с ним переспи. Это у них принято, чтобы гость переспал с женой. И она там пошла на говоренное вино, пришла, изо рта ему его пускает. И снимает с тебя эти кожаные там штаны все, лезет. И, наконец, показывает. Родился ребенок. И он стоит уже рядом с ним. От кого? От немца-то начала-то? Этот Генрих-то. И он держит ребенка. Здоровый какой! Люди, смотрите, мой сын! И все говорят, мой, твой сын, твой сын. А физиологический отец стоит рядом. Ой, да какой хороший, да большой. Потому что они рядом друг на друге женятся. И по-язычески это понять можно. И говорят, мой сын, мой, чтобы все знали, что это его сын. А у него глаза уже наполовину открытые. Никак они там искоглазые. Так, ко мне у тебя ничего нету. Нет, значит, ничего нету. Не ругательных, ничего нету. Нет, вообще. Ну все, давайте помолимся. Давайте помолимся. Тебя с миром отпустили, что самое ценное, ты попросил прощения. Конечно. Главное, твой теперь козырь, если ты надумаешь вернуться, это создание там общины. Да. Только свою... Начни разлагать этот Майдан созданием общины. Да. Так, ты за Петра Порошенко молился эти годы? Да, конечно. Да. Ты у нас этому научился? За правителей. За правителей. За Петра Порошенко мы каждый день молимся. Уж про Путина не говорю. Ордогена, Омана Тулеева, батьку Александра Лукашенко. Да. Да, даже молимся за тех, кого я не знаю, в лицо где-то там, которые находятся. Ну ты каждый день с нами молился, ты имена их слышал. Да. Что интересно, батюшка ездил. Два государства из прежних, 15 республик, которые в хороших отношениях с Россией. Казахстан и Белоруссия. Ни одного предприятия не уничтожили. И никакого батьки другого им не надо. Будем Богу молиться и благодарить Бога. Господи Божий наш, слава Тебе. Дивный Создатель, благодарим Тебя. Милости Твоей нет конца. Благодарю Тебя за эту встречу. Распусти нас миром. Благостри брата в этот дальний путь. И устрою его по воле Твоей, Святой. И то, что он слышал доброе. Да поможет ему жить дальше в Тебе, с Тобою. А что не доброе, да будет предано забвению. Хвала Тебя за все, Отечественный Святой Дух. Аминь. Аминь. Благослови. Аминь. Помолись. Милостивый Господи, благодарю Тебя за этот мой жизненный опыт, который я здесь приобрел. За тех людей, которые я встретил. За тот мой рост. Как бы и духовный, и эмоциональный. Ну, все тому, что я здесь научился. Потому что нигде бы больше за такое короткое время, и не имея таких наставников, больше я бы нигде не нашел бы тех людей, которые бы надавной бы так усердно и детально бы мной занимались. Это просто, это был как бы ответ на мою молитву, потому что я давно еще когда-то молился Господу, чтобы, ну, Он мне послал учителей. Как уж потом это там сложилось, там, это было там трудно, где-то невыносимо местами, там, порой. Ну, каким-то чудом я это все пережил-то, и многому чему научился. И также хочу, чтобы Ты этих людей благословил, которые мне все добро делали, которые о мне заботились. Ну, кто чем только мог. Кто чем ими дарованиями, кто там, средствами, кто питанием, кто добрым словом, кто помощью, кто молитвой. И чтобы, ну, Ты им воздал по всем их добрым делам, по их доброте, по их любви ко мне. И чтобы я остался под молитвенным поддержкой этих людей. И сам не забывал всего того, что здесь я, ну, приобрел. И, как минимум, умножил в себе эти все знания, умения. С Твоей Божьей помощью не отступил от Тебя, но принес добрые плоды в своей жизни. Ну, конечно, наша связь со всеми этими людьми не прерывалась. Мы находились в общении, ну, каком-то, каком-то, не просто там, молитвенном, ну, и, ну, просто, может быть, через другие способы связи. Попрошу, чтобы мой путь был благословен, мне были добрые попутчики, чтобы сердца людей, которые мне встретились, начальствующих, были расположены ко мне, и чтобы туда, куда я прибуду, в то место, я был сохранен от всякого рода зла, от греха, чтобы мог сохраниться себя, ну, и сохранить свое здоровье, свою жизнь в этой, там, ситуации, возможно, которые там находятся критическое. Я безмерно, ну, счастлив в данный момент, в принципе, своим положением, то, что я, как бы, имею. Ну, то духовное богатство, тот опыт, который я здесь нашел. Мне даже, просто, и больше нечего мне просить, пока даже ничего новым не приходит. Лишь хочу выразить свою благодарность, Господи, и благодарить за этот промысел, который был надо мной совершен. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, услышь нашу молитву, и прими воздеяние рук, как жертву вечерней благоухания, приятной перед престолом благодати Твоей, всемогущий Создатель. По любви Твоей соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле, всемогущий и любящий Отец наш. Услышь, прими, исполни молитвы всех молящихся о нас во благо нам, дивный Создатель и зиждитель всего созданного. Ты наполнил мир красотою, хвала Тебе. Ты даровал нам друзей, Ты допустил и врагов. Ты дал здоровье и допустил болезни. За все, за все Тебе слава, и во все свое время окажется на пользу. Прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя. Говори, Владыка, Господь и Бог наш, слушай ты, да слышит раб Твой. Аллилуйя. Аминь. Подождите здесь. Так, Татьяна, твои сумочки вот здесь, возьми, они стоят. Игнатик, я секаторую возьму, чтобы отдать лучше. Мне еще не надо больше. А вот веревочки, сейчас я... А, все это? Веревочки. А, веревочки, все это, да? Которые туда. Давай это, у меня некуда ложить. Я поняла, я поняла. Две кастрюли уже. Это принесла тоже. Вот смотри, что делали. Морковочку, морковочку. Вот морковки, это я возьму. Пара котлеток. Это что? Котлеты. Вот это я возьму. Ну и все. Молочную кашку не хотите, да? А что там у тебя? Рисовая молочная каша. Нет, у меня, понимаешь, некуда. Я наварил сегодня и принесли еще. Подожди, вот это отдать. Я что-то не могу открыть. Ну-ка, с какого конца? Ну, может, в этой кастрюльке пусть будет. Да нет, не знаю. О, на. Ну, это в холодильник могу поставить. Ну, поставьте. Ну, выставь, вытряхни. Вот понимаешь, нет, какое дело. Как Господь делает. Игнатий Тихонович, поблагодарим, Господа Бога. Так все хорошо у нас получилось. Ну, слава Боже, сдавайте. Так, вчерашние, которые были березки украшения, я сделал три веника. Вам не надо? Игнатий Тихонович, так я эти березки собрала. Женщина хотела ноги полечить, заваривать. Так вон лежит еще, которые я нарубил внизу. Пусть заваривает. Да, это три веника сделал. Я не отдам уже. Ну, понятно. Никто не сказал ничего. Я в полотенце завернула специально. Давай. Вот, прямо заходи в дверь, и на полу подберите сейчас себе веники эти, ну, маленькие. Поняла, поняла. Запарить ей хватит, потому что листьев настоящих еще нет. Так, ты видела, Никита приехал? Да, видела. Мы все записали, сейчас он уезжает. Мы поприветствовали друг друга. По-хорошему. Молодец, Никита, что ты одумал все. Давайте, Господь Бог умал. Да, попрошайся за осень, а возможно, если никогда не увидимся. Давай, давай. Помоги тебе, Господи, там, чтобы помнил всегда это. И чтобы голова у тебя работала так, как нужно, как Господу Богу угодно вообще. Ну, поблагодарим тебя, Господу Бога. Я так рада за виноград. Игнать, я тебе помолюсь. Что, молиться будем? Да, поблагодарим, Господу Бога. Поблагодарим. Молись давай. О, ну да. Скажи, Господу, что хочешь сказать. Господи Боже мой, благодарим тебя за твою милость, что ты нам во всем помогаешь. Позволил такую погоду хорошую сделать, не солнечную, нормальную для нас. Игнатий Тихонович все поднял, а мы с сестричкой все подвязали, все убрали. Слава тебе, Господи, за твою милость к нам грешную. Хвала тебе, Господи. И то, что ты даешь повеление твое, сказанное однажды, производить пищу и зелень для пользы человека, исполняется по сей день. Благодарю за друзей, за этих сестер. Благослови их, Господи. Помоги нам быть верными тебе в служении. И брата Никиту, сохранив пути от всякого зла. Даруй добрых людей там, где он будет. И все доброе, что он имел, да даст добрые ростки. Если на то воля твоя будет, то возврати его в мире и любви. И от Романа изгони духа лжи, не дай ему погибнуть. Добрые дела, Романа, да придут на память перед тобой, и Христе Божий наш. Слава тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. С Богом. Спасибо. Еще не забыли? Нет, все. Все. Ангелы храните. Замолите за меня, путешествующие. Через меня кое-что узнавать будете. А свет-то включить? Не надо. Все, все, все. Что она еще сказала-то? Хотела свет-то включить. Свет включить. Ну ладно. Значит так, на этом выключаю. Сейчас мы пойдем туда.